Уважаемый Степан Владимирович, поясните, пожалуйста, по какой причине в плане работы Московской городской думы отсутствуют два законопроекта депутатов фракции КПРФ? А именно, об отмене пенсионной реформы и повышении выплат ветеранам труда. Которая предлагается ваше внимание. Подождите, так у нас что, только председатели комиссии определяют повестку? А как насчет права законодательной инициативы депутатов? Вот мы внесли свои законопроекты, они рассмотрены на комиссии уже, они сейчас должны быть вынесены на пленарное заседание. И сейчас получается волею председателя комиссии эти законопроекты просто исключаются из рассмотрения на пленарном заседании. По какой причине? Московская городская дума работает на основании регламента, уважаемые коллеги. Я, в данном случае, автор данного проекта постановления, как сказать, инициативу действует на основании регламента и на основании тех предложений, которые поступают после председателя проектной комиссии. Как только председатели проектной комиссии мне дадут предложение об внесении данного вопроса в план, я в тот же момент внесу изменения в данный вопрос. Так почти все председатели комиссии это единоросс, они не будут вносить на наши проекты законов свой план, это понятно. Так вы нас лишаете права законодательной инициативы, так я понимаю? Евгений Алексеевич, все проекты законов города Москвы, все проекты постановления Московской городской думы рассматриваются на связи с Московской городской думы. Вы это прекрасно знаете. Так когда наши законопроекты, когда будут рассмотрены? Когда соответствующая комиссия даст такие предложения. Так она не даст, потому что там ваши однопартийцы. Все законопроекты, все проекты постановления рассматриваются думой. Вы можете назвать какие-то проекты законов, которые думают, а не рассматриваются? Закон об отмене пенсионной реформы, проект закона. И об увеличении выплат ветеранам труда. Я уверен, что он будет рассмотрен. Когда? В данном случае пока у меня нет основания исключательного плана, нету письма комиссии. Когда он будет рассмотрен? Как только вы получите письмо от председателя комиссии. Когда вы получите письмо от вашего председателя комиссии? Я не знаю, сколько. Когда я получу надлежащий ответ, тогда они завершатся. А я вам рекомендую соблюдать право депутата на законодательную инициативу. И внесение вопросов в план работы. Это абсолютно два разных института. В данном случае это полностью совпадающие институты. И на ваш вопрос, Владимир Владимирович, три раза получили полный ответ. Пожалуйста. Какой ответ? Когда будет рассмотрен, дату назовите, когда будет рассмотрен наш законопроект. Владимир Владимирович, четвертый ответ. Предложение включить данный вопрос в план работы Думы, я внесу необходимые изменения. Хорошо. Вот председатель комиссии уже здесь присутствует. Я предлагаю ей адресовать вопрос. Почему? По какой причине она не включила, не предложила включить в план работы Думы два данных законопроекта? Пожалуйста, депутат Янчук, ваш вопрос. Я вам еще раз говорю, здесь присутствует председатель комиссии. Пусть она нам расскажет, по какой причине данные законопроекта не вносятся в план работы. Пусть, не пусть. А будет так, как написано в регламенте. Вот пусть, как в регламенте, так и расскажет. По какой причине она не внесла это. У нас сейчас нет этого вопроса в повестке дня. Ну мы сейчас вам устроим этот вопрос в повестке дня. Да вы что? Да, мы сейчас устроим вам. Вы зачем провоцируете эту ситуацию? Вас? Кто провоцирует? Вы провоцируете. Не включением этих вопросов в план работы. Просто в план работы. Понимаете? Мы даже не требуем каких-то решений. Людмила Ивановна, пожалуйста, выскажитесь, по какой причине вы не направляли свои предложения в план по нашим законопроектам. Выскажите, пожалуйста, по какой причине вы не направляли. Евгений Викторович, дорогой, у нас докладчик по первому вопросу Степан Владимирович Ордович. А что вы ей не даете сказать-то? Дайте ей ответить. Что ж вы не даете сказать-то, а? Вот вы здесь двое сидите, вы говорите, я не могу без председателя комиссии. А председатель комиссии здесь. Так давайте выслушаем председателя комиссии. В чем проблема-то я не могу понять. Евгений Викторович, успокойтесь, не нервничайте, не кричите, пожалуйста. Мы вас слышим. Сегодня мы с вами увидели очередную попытку Единой России, используя свои бюрократические проволочки, любой ценой не допускать. Даже обсуждение действительно народных проектов закона со стороны КПРФ об отмене пенсионной реформы и об увеличении выплат ветеранам труда. И сегодня мы увидели всю античеловеческую сущность ваших решений. Когда вы, пользуясь тем регламентом, который под вас же и состряпан, пользуясь тем, что ваши однопартийцы занимают руководящие должности в Мосгордуме, председатели комиссии, вы всячески тормозите наши законопроекты, всячески не даете обсуждать именно те вопросы, которые сейчас наиболее важны для большинства россиян, для особо нуждающихся россиян. Но вам на это плевать, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok